Вау! Какое эффектное начало турнира! Горилла ММА серия с 27. Время новых героев. И это только начало, потому что прямо сейчас состоится второй бой сегодняшнего турнира. В синий угол клетки приглашается Казбек Хатуев! Итак, второй поединок сегодняшнего карда. Казбек Хатуев против Михаила Рублева. Казбек Хатуев тоже дебютант, он боец легчайшего веса. Одной из самых интересных сейчас весовых категорий в мире. И где у нас выступает наш прославленный чемпион Петр Ян. Ну и вот Казбек Хатуев будет пробовать свои силы в поединке с очень опытным Михаилом Рублевым. Мы видели, что в первом поединке у нас дебютант, к сожалению, не смог ничего противопоставить более опытному мастеру борьбы. Но посмотрим, как будет здесь, в поединке Казбека с Михаилом. Я также напоминаю, что генеральный партнер ММО серии – это энергетический напиток Gorilla Energy. Gorilla Energy – дайте шума. Ну а что касается данного поединка, есть определенные стороны, которые Казбек Хатуев должен был учесть. Определенные моменты в тактике Михаила Рублева, которая прослеживается от боя к бою. Но как только Михаил Рублев выйдет, мы об этом поподробнее поговорим. Скажем так, Казбек Хатуев, исходя из того, что можно было увидеть в поединках Михаила Рублева, мог учесть такие моменты, как, например, не самая высокая скорость его соперника в поединках. И это, опять же, учесть также частые пропуски, размашистых ударов, поскольку Михаил низко держит руки. Давайте дождемся. Новгород. Встречайте, Михаил Рублев! Итак, Михаил Рублев. Две победы, два поражения. Его профессиональный рекорд. Как я уже сказал, из минусов, которые мог бы Казбек Катуев отметить в тактике Михаила Рублева, в его геймплане, это не самая быстрая скорость и пропуски таких амплитудных ударов. Но при этом Михаил Рублев очень здорово переводит в партер своих оппонентов. Бьется он в такой широкой стойке, обладает ретивым стилем, хорошая дистанция атаки у него, длинные очень руки, ноги. В партере пытается выйти всегда на позицию бэкмаунта и оттуда задушить своих соперников. Очевидно, что в этом поединке его тактика будет заключаться в попытках перевода соперника в партер и работе там. Но, а Казбек Катуев, чего от него ждать мы пока не знаем, будет ли он пытаться перебороть Михаила Рублева или же перебить его в стойке. Зависит от того, какая база у Казбека, где ему комфортнее биться и какие он еще, может быть, моменты учел, чего не увидели мы. Так что ждем с интересом. Крайне занимательное противостояние нас ожидает Казбек Катуев и Михаил Рублев. Легчайшая весовая категория. Дамы и господа, представляем вашему вниманию второй бой турнира «Горилла ММА Сериес-27». Время новых героев. В синем углу клетки боец, который представляет город Грозный. Его рост 175 сантиметров, ему вес 61 килограмм. Ему 22 года представляет бойцовский клуб «Ахмат». Встречайте, Казбек Хатуев! Сегодня состоится его профессиональный дебют. В красном углу клетки его соперник, представляющий город Новгород. Его рост 174 сантиметра, его вес 61 и 2 килограмма. Ему 20 лет представляет бойцовский клуб «Колмова Сити». В его активе две победы, два поражения. Встречайте, Михаил Рублев! Рефери в клетке Евгений Ли. Итак, все готово. К началу Казбек Хатуев у нас в перчатках с синей тейпировкой. Михаил Рублев в перчатках с красной. Евгений Ли – главный рефери данного поединка. Ждем! Бойцы пожали друг другу руки. И вот мы видим, что Казбек Хатуев начинает поединок с лоу-кика и с разворота. Спиннинг-бэк-кик отличный. Получился у него точно в голову. Тут же джеб. Мы видим, что Михаил Рублев пытается сократить дистанцию. И вот перевод последовал от Казбека. Поймал на противоходе своего соперника. Посмотрим, как будет бороться с Михаилом Рублевым, учитывая, что у Михаила эта база как раз-таки это борьба в партере. И есть риск попасться на прием. Но мы видим, что Казбек Хатуев уверен в своих силах. Сейчас пытается перейти в позицию маунта. Не получилось. Освобождается от захвата. Гард полноценный. Хатуев сверху. Начинает набрасывать удары. Рублев пропускает. Но стремится к максимальному сокращению дистанции. К сдерживанию соперника в этой позиции. Чтобы Хатуев не смог нанести удар. Донести его до цели. И, конечно, рефери вмешается, если активных каких-то действий со стороны Хатуева в этой позиции не будет. Пока мы видим, что Хатуев обрабатывает корпус. Пытается оттянуться, но очень грамотно Рублев держит. Очень здорово защищается в этом положении. Хоть и проигрывает минуты. Снова контроль. Пока мы наблюдаем со стороны Хатуева. Пытается снова Хатуев оттянуться. Освободить руку нужно сейчас. Есть удар справа. Отказ Бека. Не дает подняться. Подсушивает бедра. И вот уже последовал бросок от Михаила Рублева в ноги. Тут же перевод. И теперь он сверху в позиции гарда полноценного. Захват от Хатуева. Ну что, может быть попробовать на языке или выйти? Почему бы и нет? Но пока-пока просто сдерживает Хатуев своего соперника. И мы видим, что Михаил Рублев набрасывает удары. Бьет по корпусу. Пытается переводить на голову. И у него в принципе все здесь получается. Как быстро изменилось положение. Меньше двух минут до конца. Это первый раунд. Вяжет Казбек Хатуев. Соперника. И вот локти пошли в дело в стиле Тони Фергюсона. Который, конечно, мастер работы в этом положении был. Ну и вот снова-снова держит руки. Казбек Хатуев все делает правильно, чтобы соперник не смог донести удар. И мы видим, как Михаил Рублев атакует вновь. Хаммерфисты в дело пошли. Минута 10 до конца сдерживает, насколько это возможно, Казбек Хатуев. Атаки Михаила Рублева. Ну и вот мне кажется, что уже больше времени Рублев находится в партере в атаке, чем до этого был Казбек. Тем не менее, это только первый раунд. Не будем об этом забывать. Пытается Михаил изменить позицию. И как здорово сейчас! Как здорово сейчас! Переворачивает своего соперника Михаил. Вернее, Казбек Хатуев. И сам оказывается уже в позиции маунта за 30 секунд до конца. Если оттянется для удара, если сумеет выйти из этого захвата, то, конечно, Михаилу мало здесь не покажется. Но времени уже не так уж и много. 10 секунд. Честно говоря, даже затрудняюсь, кому отдать первый раунд, с учетом вот таких качелей, которые мы наблюдаем. Я думаю, что будет иметь место статистика контроля. Мы видим, что по ударам Хатуев превзошел соперника. А вот что там по контролю в партере? Конечно, мы знаем, что сейчас многие судьи не считают контроль именно просто положения, безопасного положения. То есть, я имею в виду, без позиции бэкмаунта, где можно провести удушающие приемы, пытаться это сделать. То есть, опасных таких положений, когда просто контроль, как правило, он не учитывается на карточках судей. Но при этом, если равное количество попаданий было в стойке и также в партере, то я думаю, что не учитывать контроль просто невозможно. Однако здесь мы видим, что по статистике Казбек перебил своего соперника, поэтому я думаю, что первый раунд все-таки остался за ним. Несмотря на то, что в определенный момент в первом раунде Михаилу удалось взять контроль над соперником в партере. Казбек перебил своего соперника. Второй раунд. Пошел вперед Михаил Рублев. Он понимает, что нужно реваншироваться, что нужно второй раунд точно забирать с учетом проигранного первого. И вот сейчас внимательнее, внимательнее работает в стойке. Бросается сам в ноги, но Хатуев с легкостью уходит от этой атаки. Хатуев занимает центр, пропускает сейчас удар слева и справа, но там был тычок в глаз. Рефери приостанавливает бой. Дает время на восстановление. Казбеку Хатуеву, как правило, дается до пяти минут на восстановление. Если времени не хватает, то зовут врачей. Ну или боец сам может сразу же попросить выйти медиков, провести такое мини-обследование. Казбек показывает, что готов. Поединок возобновляется. Снова Казбек Хатуев занимает центр. Очередная попытка со стороны Михаила Рублева пройти в ноги неудачно. И с разворота спиннинг-бэк-кик от Казбека Хатуева. Пока мы не видели, чтобы Казбек в этом раунде попытался пройти в ноги. А вот очередная попытка от Михаила Рублева. Ну и вот, теперь Казбек сделал свое дело. Сейчас ему нужно освободиться. Что он, собственно, и делает. И позиция гарда будет отсюда действовать. Наносит несколько ударов точно в голову. Казбек Хатуев. И мы видим, что Михаил Рублев вынужден с этим считаться. Придерживает, правда, он руку своего соперника, чтобы тот не наносил удары. Полноценно. Конечно, не очень удобная позиция для Михаила Рублева проводить сабмишины. Поскольку здесь и сетка, и растянуть соперника нельзя, и немножко оттянуться назад. Поэтому здесь Михаил вынужден просто защищаться, просто сдерживать своего оппонента, насколько это возможно. Но удается ему весьма неплохо это делать. Обрабатывает сейчас корпус. Еще несколько ударов наносит Казбек. Пока ничего с этим поделать Михаил Рублев не может. Он просто вынужден находиться в этом положении и блокировать удары, летящие в него. Полторы минуты до конца. Контроль. Казбек очень здорово выходит из захватов и наносит несколько ударов. Делает ровно столько, сколько нужно для того, чтобы рефери не смог поднять бойцов в стойку. По крайней мере, пока таких мыслей у него нет. Ну и мы видим, что Михаил Рублев пытается даже огрызаться в этом положении. Хотя вот сейчас была у него возможность оттолкнуть от себя соперника. Не стал он этого делать или не успел. И вот мы видим, что уже в боковой контроль выходит Казбек Хатуев. Поднимается Михаил Рублев за 40 секунд до конца и сам уже пытается бороться, но не получилось. Возвращаются бойцы самостоятельно в центр. Джеб от Казбека Хатуева. Очень энергозатратным получился эпизод. И нужно время на восстановление теперь. Идет вперед Михаил Рублев, но не очень уверенно. Пробивает сейчас Казбек лоу-кик. Неудачный. Бросок со стороны Казбека. Но это была концовка. Второй раунд он тоже забирает. Если первый еще мог оставить какие-то вопросы, то второй совершенно точно за Казбеком Хатуевым. Разбито лицо мы видим у Михаила Рублева. Он весьма озадачен, как ему действовать, поскольку его партер в данном поединке не работает. Ну и статистика весьма красноречива. Говорит нам о том, кто ведет в данном бою. Готов? 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 Третий раунд. Поединок возобновляется. Удар с разворота со стороны Кхатуева. Точно в корпус. Держит он пока дистанцию. И вот идет вперед сейчас Михаил Рублев. Подбивает ноги. Так называемые стомпы. Спиннин. Снова бэкфист. На этот раз. Но неудачно. И подхватывает ноги. Казбек Хатуев переводит снова в партер. И мы видели, какой отличный контроль у Казбека в партере. В первом и втором раундах. Я думаю, что в третьем примерно такая же ситуация будет. То есть Казбек сейчас планомерно будет разбивать соперника. Насколько это возможно в данной позиции пробивать корпус. Переводить на голову. И таким образом контролировать ход боя. Ну и мы видим, что Михаил Рублев просто ничего не может с этим поделать. Вынужден отвечать из данной позиции. Максимально усложнять жизнь своему сопернику. Но на данном этапе это все, что получается. Снова контроль. Пока позиция неизменная. И вот мы видим, что Рублев пытается прижаться максимально к Казбеку, чтобы не пропустить в голову. И такое ощущение, что Хатуев что-то там даже успевает сказать Михаилу. Такое небольшое общение между бойцами. 56 точных попаданий у Хатуева и только 17 у Рублева. И пока Рублев ничего не может противопоставить Казбеку, если в первом раунде у него получалось провести прием и самому оказаться в выгодной позиции в партере, то во втором и третьем тотальный контроль со стороны Казбека Хатуева. Так, а вот там сетку немножко придерживает сейчас боец, но рефери не видит. Удар в корпус и перевод снова в голову. Минута до конца. И мы видим, что не скрещивает ноги Михаил Рублев в этом положении, а вот сейчас это сделал. И если не скрещиваешь ноги, то тебе следует пытаться поставить их в бедра и хотя бы попытаться оттолкнуть соперника, но не застаиваться в этом положении. А если же все-таки скрещиваешь, то надо уже пытаться вязать и выходить на болевой. Но просто так находиться в данном положении без попыток выхода, это едва ли к чему-то приведет. Кроме как к поражению. Ну и вот здесь 20 секунд до конца. Я думаю, что все три раунда остаются за Казбеком Хатуевым. И по идее должен выиграть он со счетом 30-27. Вот локти сейчас Михаил Рублев подключает, но лишь на мгновение. Итак, поединок завершен. Абсолютный контроль со стороны Казбега Хатуева в партере сделал свое дело. Ждем судейский вердикт. Бойцы, дай середину. Дамы и господа, в этом поединке единогласным решением судейства победу одержал боец из синего угла Казбек Хатуев! Итак, поздравляем Казбега с этой победой единогласным решением. ПОДПИШЕВЛЯЩЕЙСЬ! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...